В течение четырех дней продолжались поисковые работы за домами частного сектора Горки-Киовские на поле Института кормов. Почему никто из местных жителей никогда не упоминал об этом погребении? И кто эти бойцы, которых в юбилейный год памяти и славы вернула нам Лобнинская земля? Лариса Панина искала ответы. Вот он ботинок. Вот прям косточка, смотри. А вот она прям лежит, ее видно, смотри. Пальцы там внутри. Вот они, пальчики, все, видишь, вход. Вот еще. Была надежда, что в ботинке или в сапоге будет ложка. Часто солдаты подписывали ложки со своими данными. Но будем дальше искать, пока ложки и каких-то познавательных или смертных жетонов ложки ничего не было. Будем дальше искать. Пока только кости. Это был первый день работы поисковиков. И начался он неожиданно. Никто не мог предположить, что эхо войны долетит до нас спустя почти 8 десятилетий. Мы вчера, вот я и Сергей Свороб выгуливают собак здесь. Вот. И собаки нашли что-то. Вот. Начали что-то там копать, копать, копать. Мы так им фу-фу-фу подходим. Вот. И нашли кости какие-то. Позвонил Андрюхе, так как он состоит в обществе обелиска поисковом. Позвал его сюда. Он пришел с металлоискателем. Позвонил, позвонил, вроде ничего. Ну, в одном месте звякнуло. Чуть копнули каска. Откопали. А под каской прямо находится череп человека. Поехали за разрешением, чтобы нам разрешили здесь производить раскопки. В итоге вчера нашли четверых красноармейцев. Вот, видите, уже пятый череп. Если бы не каска, никто бы никогда этих солдат не нашел бы. Кто думал, что здесь вот люди лежат? Сколько лет прошло? О находке сообщили в военкомат, администрацию города, депутатам. Постепенно поисковики Всероссийского движения обелиск и отряда память, члены боевого братства и неравнодушные жители города отбирали у земли каски, обувь, личные вещи красноармейцев. Часы, компас, пирочины, ножи, кружки, красноармейские звездочки. Пуговицы с якорями окончательно подтвердили, что среди бойцов были и моряки. С каждым новым днем увеличивалось количество поднятых из земли черепов и костей. К исходу третьего поисковики озвучили число погибших воинов – 109. Солдаты лежат друг на друге. И все они сложены не ровно, а хаотично друг к другу. Если бы стаскивали, то хотя бы не было касок, не было других каких-то вещей, которые снимают при захоронении временном. Как бы нет общего у нас решения. Как-то это получилось, что они оказались все вместе. Окоп это или воронка большая. Будем дальше копать, будем дальше смотреть. С каждым днем росла и углублялась площадь раскопок. С каждой новой находкой менялись версии о том, как оказались здесь воины и почему местные жители ничего не знали о таком количестве погибших, погребенных под землей. У двух солдат магазины были в подсумках, они были пустые, не заряженные абсолютно. Скорее всего, на марше они были к позициям, непосредственно к действующим передвигались. И, возможно, их либо минами накрыли, либо самолетов, артиллерии, все что угодно. Но факт в том, что они не успели ни боекомплекты получить, ни зарядиться, ничего. То есть они не были подготовлены к бою. Это абсолютно точно уже. По картам получается, что на данном месте, где вот эта яма находится, здесь находился перекресток дорог. То есть та дорога, которая сейчас проходит вон там, ее там не было в тот момент. Она проходила вот на той просеке и вот прямо вот так вот. И с той стороны вот так она шла. И здесь вот был перекресток. Вполне реально, что здесь на дороге как раз их вот накрыли, этих солдат. Лично мое мнение, что это могут даже немцы сброс этот сделать. То есть от того, собственно, оружие все и забрали. А почему никто не знает об этом захоронении непосредственно? Если немецкие солдаты действительно с дороги их скинули просто сюда в яму. Чтобы, да, трупы не лежали на дороге, как бы и скорее всего сбросили вот в ближайшую яму. Но судя по контуру, как бы это не воронка абсолютно точно. То есть если это был перекресток, возможно, это какое-то боевое охранение перекрестка было. Для простого окопа это очень широкое и очень короткое и прямое. С той стороны дороги траншеи сохранялись открытые. Мы еще с Прокопием Яковлевичем в начале создания музея в 80-х годах ходили. Оттуда взята крышка, колпак ДОТа, который находится у нас возле музея. И пулеметные гнезда, и это все было видно. Как так получилось? Почему вот это захоронение оказалось неизвестным? Наравне со взрослыми в поисковых работах участвовали несколько старшеклассников. Девятиклассник Дима вместе с отцом приезжает из Зеленограда. В раскопках участвуют не первый раз. До этого была вахта памяти по Доржевам, затем в Нарафаминске. Поначалу было не по себе. Уже как привыкаешь постепенно. Не оставляют же их тут лежать. Домой приезжаю часов в восемь, там уже только в ванну и спать. Поисковики считают, что им повезло. В процессе раскопок было обнаружено самое главное – четыре солдатских медальона. Это пластмассовый пенал с пергаментным вкладышем внутри, в который вносились личные сведения о военнослужащем. А еще нашли три ложки. На них нанесены, возможно, инициалы бойцов. А значит, есть надежда установить имена погибших. Из четырех медальонов, если хотя бы один получится установить, но это будем устанавливать не мы, а уже эксперты с криминалистического центра, если хотя бы одного удастся установить, мы поймем хотя бы с какого они соединения, откуда. И уже тогда можно будет вырисовываться какая-то картина, то есть где они попали под обстрел, уже потом часть поднять, вот эти все донесения, где какие бои происходили, и уже будет ясно. В четвертый день поисковики обошли с глубинным металлоискателем ТМ-808 все поле, чтобы удостовериться, нет ли на нем иных захоронений. Он позволяет находить крупные объекты металлические, ну, каски там, либо какие-то части вооружения на глубине, на большей, чем обычный верховой. Каска полтора метра легко цепляется, найдя сигнал, набивается щупом это место и смотрится, есть ли там в глубине под землей пустоты. Запахные траншеи, всякие ячейки, воронки и прочее. Кроме трубопровода ничего обнаружено не было. Поисковые работы завершили. На месте гибели воинов настоятель храма архистратига Михаила отслужил панихиду по погибшим. Они отдали свой долг, долг перед Родиной, а мы отдаем свой долг по-человечески. Кто душу свою положит за друзей, за родных, он имеет Царство Небесное и Вечникова. В память воинов по четыре минуты молчания к месту гибели возложили цветы. В благодарность всем защитникам Москвы на Лобнинском рубеже. Вы не только вот просто механически выполняли тяжелейший труд, вы каждый вложили сюда свою душу. Спасибо вам огромное. Так получилось, что вблизи моего дома, вблизи нашего города, есть незахороненные останки. Они должны быть захоронены в почве. Не просто, чтобы по ним ездил трактор и пахали эту землю, а были покоены в братских могилах. На самом деле это большое дело. Большое дело. И такое чувство, что ты что-то такое доброе-доброе сделал. Теперь городские власти должны принять решение, в какую из братских могил, расположенных на территории города, и когда будут перезахоронены останки бойцов. Но сколько еще тайн хранит наша Лобнинская земля, землерадной славы и воинской доблести. Лариса Панина, Алексей Орлов, Константин Петров, Сергей Мельников, Денис Рогин. Телекомпания Лобня.